доброе утро друзья у нас пятница пятница не работница в некотором смысле потому что у меня вообще пятницу выходной но столько дел накопилось что я должен там их поделать поеду кроме того у меня через 40 минут значит встреча с одним блогером не буду говорить каким пока не скажу но вы увидите мы с ним запишем сюжетец известный известный человек интересный спрашивают некоторые чем закончилась история с как бы обновлением нашей лицензии ну можно вылететь не совсем точно у него потому что я как-то затронул сердца наших зрителей и умы тоже история об отношениях малого бизнеса и чиновников вот туда же у меня зритель александр из праги он написал такой звуковой месседж там на 13 минут на эту тему то есть как бы там развивая эту тему просудиться не судиться и так далее дело в том что судиться что с государством что с гражданами накладно в том смысле что может быть ты и прав и и ты может быть даже докажешь что в суде свою правоту но гораздо проще и дешевле и меньше сил уходит и так далее делать это вне вне судов поэтому конечно бывает людям приходится судиться но вот просто 10 надеваться некуда бывает ну что делать значит я я как бы как человек которому приходилось судиться и на разных уровнях то есть мы судили одну из крупнейших страховых компаний мы судили там сети of mountain view вот там находится значит там за разные дела но деваться было некуда знаете это уже когда совсем плохо вот так что ничего хорошего в этом нет все что можно сделать вне судов лучше делать вне судов и еще раз я повторюсь я много раз говорил но повторюсь что суд это не то место где торжествует справедливость суд это то место где торжествует закон и закон к вашему пониманию справедливости обычно никакого отношения вообще не имеют ну никакого то есть ну так может быть косвенно знать вот поэтому лучше не связываться если можно не связываться кроме того чиновники являются не не подсудными они не наказуемы то есть доказать чиновника может например его начальник ну или контора где он работает за то что контору подставил своими действиями это может произойти но но сам по себе чиновник не отвечает ни за что вот он может вам нанести ущерб там на миллион долларов да и вы пойдете вы можете судить вот этот вот вот эту организацию где он работает там сети of mountain view или там штат калифорния или федеральное правительство пожалуйста можете судить но вы не можете судить вот этого человека который как бы находясь на работе что-то такое сделал вот такая концепция интересная что чиновник не подсудим поэтому он борзеет очень часто и чиновники постоянно совершают какие-то действия ну абсолютно незащищаемые в судах там и так далее вот возвращаясь к нашей истории я напомню буквально в двух словах уж совсем недавно делал сюжет там история была такая что для обновления лицензии это раз пять лет происходит надо было представить аудит и мы представили аудит и нам сказали что нет у нас денег достаточно на счету чтобы вот вести операции сделать и где еще аудита другой да а что не так не сказали потому что с точки зрения того сипе сертифайт паблик аккаунт это приличный такой бухгалтер не каждый вот не каждый у нас теперь и он как у вас замечательно с финансами все хорошо там все но все хорошо по всем стандартным правилам аккаунтинга утвержденным как бы официальный тогда у вас совершенно замечательная финансовая ситуация то есть вы существенно там в глубине так сказать безопасные зоны не на границе а прямо уж там совсем хорошо ну да и когда нам чиновник говорил что надо сделать заново а сделать заново этот где-то 1025 стоит аудиты и плюс это нервотрепки много там бумажки собирай там у нас так дел хватает еще вот на тебе да самое главное что мы можем потратить 25000 сделать еще один аудит и они снова скажут что денег нет причем когда им аккаунтинг говорил а по какой формуле вы читаете ведь мы без формулы мы так знаем в общем кончилось тем что и к он тут такой американский дядечка хороший пытался месяц месяц он пытался добраться до начальника вот этой женщины которая нам все это значит обрубала концы и кончилось тем что да он так до начальника и не добрался что интересно то есть начальник все никак 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 то есть вот они там назначали какие-то там конференции никак не получалось и он этой тетки значит написал много то что ж такое но я понимаю что люди бывают заняты но я я же не могу делать и им аудит нам потому что я не понимаю как формулы нет того нет если ты не можешь не отметить ну давай начальника но что-то сделайте ну что-то короче женщина пошла видимо к начальнику и написала такое письмо которое я вчера получил значит она написала его аккаунтенту себе и и мне тоже вот она записала там друзья это значит сходила я к начальнику с вашим вопросом это извиняете что не удалось нам так сказать состыковаться вот так что значит в конференции но начальник посмотрел и сказал что в принципе тот аудит который был сделан раньше вполне такой удовлетворительные никаких претензий к вам больше нет в общем там еще какие бумажки осталось надо за вами просмотреть я посмотрю на следующий день это не значит что на следующей неделе начать еще не придумает и как бы ну не то что специально я не думаю что специально эти люди у них никакого личного отношения ни к чему нет ну так они как-то так работают странно вот никто не поймешь но я говорил роботы и александр значит из праги а может быть это кто-то еще был я не могу сказать что это было в комментарии в ю тубе так подробно мне написал что вы посмотрите где что происходит вас чиновник значит незаслуженно там и это и это точно такой подробное письмо где она объяснял как бы неправомерность действий со стороны чиновники и выгодит так спокойно к этому относитесь там туда сюда я совершенно спокойно к этому относился потому что я знал что наше дело право во-вторых при том что я не люблю иметь дело с чиновниками я знаю что когда доходит до дела в общем-то мы мы свое возьмем в том смысле что ну чиновник не не то что он там царь и бог а я там сявка какая нет по по схеме развития событий значит получается так допустим мы не удовлетворили их любопытство тогда чиновник она мне угрожала в письме что это произойдет значит она она тогда подает начальству такую значит маляву о том что надо вот этих вот значит лишить лицензии в этот момент у меня есть два месяца чтобы написать апелляцию попросить апелляцию значит пока апелляция пока весь процесс идет это мы все в легитимный абсолютно значит ну хорошо но тяжело два месяца пишу апелляцию в течение шести месяцев они должны там эту апелляцию рассмотреть но апелляцию эту рассматривают уже не они апелляцию рассматривает такой человек который называется от орни дженерал штата калифорния штата калифорния почему потому что они являются government agency и их интересы во всех разборках представляет от орни дженерал штата калифорния и я как бы абсолютно не переживал ни за что то что я знаю что мы в порядке но то есть если я знал что у нас нарушения какие-то я бы тогда нервничал сейчас меня сейчас поймают там куда-то вытащит но поскольку я знаю что мы в порядке мы ничего не нарушаем а даже как бы наоборот то я как бы я отношусь не немножко с юмором году поэтому я так и я себя думаю я никогда в жизни не разговаривал сатурни дженерал я хочу посмотреть на него вот что он мне скажет вот я бы скажу мы говорим по какой формуле считал да вот какая в аккаунте наш спрашивать теперь страшно как по какой формуле вид у нас нет формулы знаете есть такой мне это напоминает ситуационно такой анекдот как физкультурника послали замещать ноту математика не было и вот послали физкультурника замещать но он приходит и на доске рисует значит дерево вот ребята задача дерево яблоня 3 ветки на каждой ветке по три яблока спрашивается задачи сколько мне лет ну и дети так задумались один руку тянет тот гитнон и давай вы ведь 28 физкультурник правильно это расскажи как решал вот расскажи как решал дал как расскажи по какой формуле ты делал тот говорит ну смотреть год мне 14 а мать каждое утро говорит смотри вырастешь спортсменом будешь полудурок вот поэтому и вот и вот я вот в этой ситуации полудурочной пирать да ну и мне мне честно сказать хотелось вот поговорить эти мотор не дженерал посмотреть что он вообще как он вообще вот как вот да но не важно дело в том что помимо того чтобы этот эту этот лайсенс эту лицензию продлить есть другие пути как как можно было бы выйти из ситуации то есть если бы вот и так уперлась в такое знаете ин пассе что вот но не проходит никак то я бы и судить с ними не стал потому что мне жалко время и денег и и в общем совершенно никакого влияния эти люди не оказывают на нашу жизнь и на наши успехи там и так далее поэтому ну хорошо так нам так нам не пришлют там сколько-то человек с инэмплоймента и я вам скажу что это такое облегчение будет вот на все наши операции в чем и столько работы проводим чтобы находиться в соответствии с этими требованиями то есть фактически без лицензии нам нам не пришлют людей с инэмплоймента то есть нам мы не получим этих денег которых там на самом деле сгульки нос этих денег и каждый раз когда человека оттуда дают это много работы оттуда но снимете с этими людьми больше работы чем с другими нашими студентами там не просто так тебе эти деньги дают но самое главное что из-за того что там смехотворный процент наших студентов идет через вот вот это через этот канал как бы с государственными деньгами мы должны всех остальных студентов вот всю документацию с ними связано должны были должны держать вот в этом в некотором порядке понимаете что само по себе большой расход и и времени и денег и сил и энергии душевные и ты не хочешь чтобы тебе пришли и сказали о его в нарушении знаете ты же не хочешь значит надо поддерживать там идет пара там не хочу голову морочь вам почему я говорю что я был совершенно спокоен вообще-то как бы во всех отношениях то есть я знал что я буду делать в той ситуации в этой и так далее и не то чтобы нам вот так уже прямо нужно было этот лайсенс несчастный там продлевать но с другой стороны но почему нет ну так просто сдать его что ли на ровном и главное чтобы причины не было никакой ну действительно вот допустим вот уже вот тут ну сдали эти нам это в порядке мы там уже специально пять лет там работаем поддерживаю в каком-то порядке там все дела ну что же такое вдруг скажем и в нарушении так что об американской бюрократии то есть она есть она мама симпатичная так я с такой рожей даст мало симпатичная но но с ней можно жить с ней можно жить то есть на нее у права есть и значит светлана вот я как раз сейчас уходил там на работу позвонил этот теперь и светлана ему говорит давайте какую денежку заплатим давайте там тысячу баксов дадим мы очень ценим твое время и участие и так далее же он то ведь на самом деле собирался нам расчеты эти делать аудит проводить хотя он тоже очень заняты не то чтобы он стремился но так уж вот так и светлана говорит давай мы тебе хоть заплатим то что-то этот год да ну вас нафиг с вашими ягод я просто ведь уже на принцип пошло бы человек за деньги что отказался отказался мы ему предлагали отказался ну ладно хорошо да вот то есть история не закончена то смысле что еще бумаги там лежат они могут чем к ним прицепиться кроме того если бумаги пройдут в течение какого-то времени и я не знаю какого должна прийти к нам инспекция вот эта инспекция будет шаровать по нашим файлам вот они будут там вообще когда инспектор приходит так смешно дать а у нас полный офис там торты и значит там ну тоже алкоголь там но все как положено вот и мы давай чайку с нами того нет только воду нам это не положено ничего кроме воды они хорошие ребята в целом инспектора очень симпатичная вот там несколько их видел быть хорошие ребята ну вот а идите там странные люди не знаю такая вот история хорошо давайте бы тогда вот на этом может быть и завершим а